Стоимость строительства севастопольского онкодиспансера выросла более чем в два раза. Об этом стало известно на минувшем заседании городского правительства. Напомним, контракт на возведение важного медицинского объекта был подписан с дочерней компанией госкорпорации Ростех в сентябре 2020 года. Согласно изначальной версии документа, возведение онкологического центра стоимостью более 2 миллиардов рублей должно было завершиться в декабре 2022 года. Однако на начало этого года, как сообщает интернет-портал «Форпост» со ссылкой на Департамент экономического развития города, общая готовность объекта была всего 7%. Выход из сложившейся ситуации севастопольские чиновники видят в перерасчете цены госконтракта. Для этого была проведена государственная экспертиза стоимости строительства. Экспертиза получена еще в 2022 году. Произведет пересчет в связи с значительным увеличением по 13-15. А дальше они там просто повторно в экспертизу не планируют заходить? Нет. То есть это окончательная цена? Это окончательная цена. Мы ждали приведения лимитов. Теперь нам это позволяет... Мы сейчас их предусмотрели в госпрограмме. Это вот 13-15 удорожание того проекта, все пересчетывать, они там ничего не будут, дальше будут достраивать. Совершенно верно. Какая сейчас итоговая цена получилась в больнице? 4 миллиарда 692 миллиона 550 рублей. Как уточнил исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Павел Иена, с 1 августа на объекте начнутся активные строительные работы. Кроме того, на минувшем заседании архитектурно-художественного совета Севастополя была рассмотрена концепция внешнего вида будущего онкологического диспансера. Проектировщик предложил несколько вариантов расцветки и отделки фасада. Однако ни одно из решений не устроило членов совета. В итоге был найден компромиссный вариант. В качестве основы взять внешний вид строящейся поликлиники на улице молодых строителей. Во время обсуждения этого проекта в прошлом году архитекторы и эксперты назвали его эталонным для медицинских учреждений Севастополя. В рабочем порядке доработать членам совета разослать быстро заочно, согласовать с департаментом по итогам этой доработки и точку поставить. Пусть они просто будут монооднотонные, светлые, с выделенными окнами. И все, и не надо никаких фантазий цветовых реализовывать. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Продолжение следует...